Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Самару заготают в асфальт. До осенних заморозков дороги станут ровными на десятках улиц. Японская оценка качества. Специалисты страны восходящего солнца провели технический аудит самарского предприятия. Ценный приз и работа в престижном адвокатском бюро. Студентка стала победительницей самарского областного конкурса «Юрист будущего». Самару закатывают в асфальт ночью. До осенних заморозков дороги станут ровными на десятках улиц. Как в старой части города, так и в других районах. Контролируют качество работ на всех ее этапах. От ликвидации ям до закатки асфальта. Из ночного ряда вернулась наша съемочная группа. В самарское время 0 часов 0 минут. В полночь на работу выходят дорожные ремонтные службы. Первым делом специалисты выбирают поврежденный участок дороги свыше 100 метров. Его восстановят по методу так называемых больших карт. На улице Енисейской около стадиона «Металлург», как и положено по технологии, сняли 5 сантиметров старого асфальта. Заменили колодцы и дождеприемные решетки. Высушенную и очищенную дорогу залили специальным клеем. И только потом каток прошелся по уложенному новому современному асфальтобетону. Сейчас у нас здесь находится гудранатор, комбинированная дорожная машина, соответственно, КДМ-ка со щеткой. Присутствует асфальтоукладчик, который непосредственно укладывает асфальт. И катки в количестве 3-4 единиц. В бригаде, вот у меня сейчас 7 человек, сейчас приедет бригада асфальтоукладки, человек 10-12. Новый асфальт с минеральными добавками закатывают 5-сантиметровым слоем. Гарантия качества 2 года. Если за это время дорога придет в негодность, подрядчик за свой счет еще раз отремонтирует ее. Постоянно осуществляется контроль качества выполняемых работ. Он происходит как визуально, так и с помощью специализированных приборов и с привлечением лаборатории. После завершения укладки, через 3 суток, отбираются отборы проб образцов асфальтобетона, по-другому керны называются. Они отводятся в лабораторию, где ее испытывают на водонасыщение и на уплотнение. Автомобильный транспорт опускается через сутки после завершения укладки. В настоящее время ремонтом большими картами также охвачены проспект Металлургов, улицы Строители и Путейская. Но проблему создают автолюбители. Они паркуют машину на ремонтируемой дороге. Поэтому, чтобы закатать асфальт, приходится искать владельцев через ГИБДД. Если водители видят, что тут произведено фрезерование, просьба машины не ставить на территории, где была произведена фрезеровка. Потому что в любой момент тут может пойти уплотка асфальтобетонной смеси. Кроме ремонта дорог большими картами, в этом сезоне их приведут в порядок также комплексно и малыми картами, в зависимости от повреждений. Сейчас более полутора десятков самарских улиц ремонтируют комплексно, причем не только в центральных районах. К ноябрю все работы завершатся, обещают дорожные организации. Сергей Кизоркин, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Городская административно-техническая инспекция проверила состояние больше 2700 дворов города. Практически в каждом районе к управляющим компаниям есть претензии по уборке. Где-то вовремя не вывозят мусор, где-то не отремонтировали контейнерные площадки и ограждения. На нарушителей составлены административные протоколы, но даже эта мера оказывается не всегда действенна. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил руководству ГАТИ оперативно принять меры, провести повторную проверку и предоставить информацию, кто из должностных лиц понес наказание. Протокол не панацея. Можно протокол составлять, но мусор должен увозиться. А у вас только составлен протокол. Вывезен мусор и составлен протокол. Вывезен. Меры приняты. Протокол это вдогонку. Японская оценка отечественного производителя. На самарское предприятие прибыла делегация из страны восходящего солнца. По договоренности с Министерством экономики, торговли и промышленности страны, японские специалисты проводят технический аудит, чтобы подсказать, как можно увеличить мощность отечественного производства. Какую оценку дали иностранцы предприятию, расскажет Лариса Шлафаст. В цехах самарского предприятия идет сборка уникальных машин. Это настоящая находка для фермеров. Один такой самоходный опрыскиватель-разбрасыватель может заменить сразу несколько машин. Для диагностики производительности отечественных предприятий Министерство экономики России выбрало всего 12 компаний. Это новые развивающиеся предприятия, которым может быть очень полезен опыт японских коллег. Как идет работа на производстве, оценивают опытные специалисты завода «Тойота». Производимая продукция, разработка оригинальная, аналогов в мире нет. Мы видим здесь тщательное и внимательное отношение к качеству и методам сборки. А значит, у производителей есть все шансы на большой успех в будущем. Повышением производительности на самарском предприятии уже занимаются. В конце прошлого года закупили высококлассные современные станки, которые совмещают в себе больше 30 инструментов, что позволило значительно сократить время изготовления деталей. У японцев уже есть предложения по поставкам более современных комплектующих. Например, возможно оставить японские двигатели, чтобы именно качество повысить. Работать на самарском предприятии специалисты из Японии будут в течение недели. После они дадут работникам что-то вроде домашнего задания, с которым те должны будут справиться в ближайшие пару месяцев. Они очень корректны в подаче информации. Они отметили, что достаточно далеко мы продвинулись на пути построения производственных процессов. Но, естественно, еще огромный пласт, над которым нужно работать. Сельхозтехника самарского производства пользуется большим спросом. Поставки идут по всей России и странам СНГ. До 2020 года предприятие планирует увеличить производительность до тысячи машин в год. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Ценный приз и работа в престижном адвокатском бюро. Такой шанс студентам выпадает раз в году. В Самаре прошел очередной областной конкурс «Юрист будущего». В финале встретились три претендента. Работу начинающих адвокатов оценивала компетентная жюри. Куда вошли заместитель прокурора Самарской области, представители адвокатских контор и главный редактор телеканала «Самары ГИС» Елена Орлова. 50 тысяч рублей и работа в одном из ведущих и престижных адвокатских бюро Самары. Главный приз областного конкурса «Юрист будущего». За путевку в успешную жизнь боролись десятки студентов из гуманитарной академии, экономического и научно-исследовательского университетов. В финале встретились не два, как положено по правилам конкурса, а три претендента на место в адвокатское бюро. К рекомендации членов жюри, которые слушали студентов во втором этапе. Мы не могли определиться с двумя лучшими. Они стали чуть умнее, чуть интеллигентнее, чуть качественнее выполнять свою работу. Поэтому вот эта капелька везде, которая сложилась, в итоге привела к тому, что в финале мы имеем трех отличных будущих юристов. За победу в конкурсе боролись несколько десятков студентов юрфаков. На первом этапе они сдавали зачет на правильное заполнение юридических документов. Во втором раунде соперничали в ораторском искусстве. По жребию каждый отставил позицию «за» или «против». По актуальным темам в самарском обществе. Всеобщая воинская повинность, платная медицина, кредиты выдают только банки и брак по расчету лучше брака по любви. А уже три финалиста полемизировали по поводу принятой пару месяцев назад госпрограммы адвокатской монополии. И у каждого была своя позиция по этому поводу. К адвокатам предъявляются достаточно высокие требования. Это проявляется в достаточно жестком законодательстве, которое состоит из многочисленных этических норм, правил, которым адвокаты обязаны придерживаться. Есть различные юрисконсульты, которые могут даже не иметь юридического образования. И поэтому очень часто среди них встречается огромное количество мошенников. Адвокатуру нужно реформировать, поскольку в современной адвокатуре свойственны ряд ярко выраженных недостатков, которые мешают ее развитию. Выиграть юридические конкурсы, получить работу в престижном адвокатском бюро для финалистов – предел мечтаний. Для меня это важно, потому что я, собственно, с самого начала, когда пошла учиться на юриста, хотела быть именно адвокатом. А раз я хочу быть адвокатом, логично, что мне нужно получить для начала опыт именно адвокатов и, желательно, профессионалов. И поэтому объективно я хочу там работать. Областной конкурс «Юрист будущего» в этом году выиграла Анастасия Антошкина. Теперь студентке предстоит стажироваться в одной из лучших адвокатских контор Самары. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Теперь блокировать интернет-ресурсы, распространяющие наркотики, станет проще. Об этом сообщили на заседании Самарской антинаркотической комиссии. Судуя будут принимать иски об ограничении доступа к подозрительным сайтам без административного ответчика, что значительно упростит и ускорит работу. По словам Алексея Лагункова, руководителя департамента по вопросам общественной безопасности, сейчас налажено взаимодействие между всеми членами комиссии, идет активная работа с населением. Полученная от жителей информация оперативно направляется в правоохранительные органы для проверки. И это приносит положительный результат. Исходя из результатов, работа в любом случае полезна. Потому что, как мы сами, наверное, видим, больше интерес к спорту, к здоровому жизни, среди молодежи, на что, в общем-то, наша деятельность направлена. А теперь коротко о других событиях дня. Сегодня утром в Самарском аэропорту Курумыч совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший рейсом Екатеринбург-Симферополь. Во время полета у 10-летнего мальчика случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание, и командир судна принял решение экстренно посадить самолет в Самаре. Прибывшие в аэропорт медики скорой оказали мальчику необходимую помощь и увезли его вместе с мамой в одну из городских больниц. А самолет спустя примерно полтора часа после экстренного приземления отправился по своему маршруту. Осторожно, мошенники! Несколько жителей Самарской области стали жертвами неизвестных, которые в костюмах работников газовой службы продали им так называемые детекторы загрязнителей воздухоспасатель. Мошенники ссылаются на постановление правительства и говорят, что если жители не купят приборы, у них в квартирах отключат газ. Стоимость такого детектора – 5000 рублей. В Роспотребнадзоре заявляют это мошенничество, и если прибор был приобретен из страха подпасть под санкции, сделку купли-продажи можно признать недействительной. Со 2 июня в некоторых домах Самары отключат горячую воду. Тепловые сети приступят к плановому ремонту тепломагистрали Самарской ТЭЦ, по которым горячая вода поступает к потребителям большей части города. Для уменьшения неудобств ремонт магистрали будет разделено на 4 этапа. Так, с пятницы на 2 недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц. Проспект Карла Маркса, Гастелло, Новосадовая, Советская армия, Старозагора, 22 рупор съездов, Фадеева, Нововокзальная, Старозагора, Ташкентская. Завершить работы планируется к 17 июня. Остановка общественного транспорта появится в Самаре на улице Дыбенко напротив торгового центра «Космопорт». Автобусы запустят на участки от улицы Авроры до улицы Советской армии после завершения реконструкции Дыбенко. Предполагается, что там будут курсировать маршруты номер 35, НФС «Революционная» и 56-й. Центральный автовокзал «Крутые ключи». Хорошая новость от синоптиков. Московский ураган обойдет Самару стороной. Правда, сильного ветра не миновать. В течение первой половины недели погодой в Самарской области будет управлять серия атлантических циклонов. Так, днем во вторник синоптики прогнозируют грозовые дожди и усиление ветра. Температура воздуха составит 17-22 градуса тепла. Западный ветер будет идут со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами ожидается усиление до 20 метров. Циклон, который ворвался в столицу, должен пройти севернее Самарского региона. В случае изменения прогноза синоптики оповестят население через региональное управление МЧС. Счастье в многократном размере. В парке Гагарина прошла встреча семей с двойнями и тройнями. Детей развлекали аниматоры, а родители в это время могли пообщаться и отдохнуть. Это ежегодные встречи, которые проходят более чем в 70 городах России. Репортаж Валерии Макаровой. Посетители парка Гагарина в этот день двоилось и даже троилось в глазах. Под тенью дубов собрались тройняшки, близняшки, двойняшки, а также их родители. Это ежегодная встреча с семьей, которым привалило счастье в многократном размере. Вообще на 7 неделях поставили один мальчик. А когда пришла на второй скрининг, на первый скрининг 12 недель, мне говорят, так, первый. Я говорю, подождите, как первый? А тут вообще и второй. Ну, был шок. Очень большой шок. У нас не было ни у кого. Пошли за мальчиком, получили два мальчика. Многодетная мама Евгения Громова рассказывает, у каждого сына свой характер. Один шалун, другой любознательный, третий очень добрый. Конечно, жизнь семьи меняется, когда в ней неожиданно появляются сразу три ребенка. Однако сложности встречают все вместе и с улыбкой. Ну, просто это счастье, просто это обычная жизнь. Если Бог дает такое количество детей, то Он даст и все остальное. И силы, и средства, и все. Главное, наверное, позитивно. Действительно, без бабушек, дедушек, без их поддержки никак. И мужчина, он как связующее звено. Он должен везде успевать. Такие встречи ежегодно проходят по всей России. Они очень важны для многодетных семей, ведь на них можно почувствовать поддержку, получить советы и обменяться родительским опытом. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Лучшие танцевальные коллективы области боролись за звание первого. В Самаре прошел фестиваль «Созвездие». В объектив нашей телекамеры попали лучшие танцевальные па. Яркие костюмы и зажигательные танцы. Участники второго конкурса фестиваля «Созвездие» показывают свои лучшие номера. Заявки на участие подали 70 команд. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Самым маленьким участникам фестиваля 4 года. Для них это первое выступление на большой сцене. За звание лучшего соревнуются в шести номинациях. Среди них – современный, уличный, народный, восточный танец и оригинальный жанр. Это разные танцевальные студии, причем не только Самары, но и Самарской области. К нам приехали участники из Тольятти, из поселков нашей Самарской области. Поэтому мы, можно сказать, что объединяем, становимся танцевальным центром и продвигаем танцевальную культуру в городе Самара. В каждой номинации профессиональное жюри определило лучших. Победители получили памятные призы и подарки. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. А вот о чем наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Городские стройки под контролем. Как идет ремонт набережной у Ладьи, проверит глава Самары. Новый песок на самарских городских пляжах. Областная столица готовится к летнему сезону. Иволга. Каким будет очередной фестиваль молодежи? Организаторы встречаются со студентами вузов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин